Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист, и это мы блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. Справка переселенца во многом определяет быт дончан и луганчан, переехавших на территорию Большой Украины. Но, к сожалению, до сих пор со статусом переселенца связано очень много бюрократических процессов. И сегодня я расскажу о паре таких. Я не профессиональный юрист, но в Украине есть организации, которые занимаются подобными проблемами профильно. Итак, потеряет ли человек статус внутренне перемещенного лица в Украине, если купить квартиру или дом, или получить их в наследство? А если зарегистрироваться на подконтрольной территории Украины и отказаться от правки переселенца, можно ли получать пенсию без ограничений? Вот что на это отвечает Донбасс СОС. Нет, в обоих случаях вы не потеряете статус. Но право собственности на жилье является основанием для отмены ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Потому что эти выплаты предусмотрены как раз для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этой суммы, конечно, недостаточно. Ее не хватает переселенцам, чтобы покрыть все их жилищные потребности. Но государство решило вот так. Если вы и кто-то, либо из членов вашей семьи стали собственником жилого помещения или части жилого помещения, выплаты не назначаются. Даже если вы не изменили адрес регистрации в паспорте или не прописались в новом доме или квартире. И не отменили справку переселенца. При этом доля жилья не имеет значения, даже если это будет один квадратный метр недвижимости. Если купили нежилое помещение, например, гараж, то выплаты будут продолжаться. Если купили недостроенный дом или квартиру, вы будете собственником жилья уже после того, как его введут в эксплуатацию. А до этого момента выплаты должны будут начисляться. Если вы подарите или продадите жилье, то снова получите право на переселенческие выплаты. Справка переселенца остается буквально навсегда с пенсионерами, которые живут на территории Большой Украины и даже здесь прописаны. Даже если пенсионер откажется на этом основании от справки, он все равно будет вынужден играть по бюрократическим правилам, написанным для переселенцев. Это прописано в первом пункте постановления Кабмина номер 637. Эта норма, пожалуй, непонятна никому из простых людей. Но даже юристы не могут объяснить, почему государство решило именно так. А я и дальше продолжу следить за тем, что происходит у нас дома на Донбассе. Вы, для того, чтобы не пропустить выходы новых выпусков, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь мы рассказываем о том, чего вам не расскажут так называемые ДНР и ЛНР. До встречи в новом выпуске.